Да, Бруклин мой дом, огромный район. Как по мне лично, Подворотня, она понятие абсолютное и универсальное. Вот именно, братан. Подворотня есть в каждом городе. И это именно, и делает ее собственно универсальной, то есть абсолютным понятием. Все, что ты видишь из окна, каждый день, когда выходишь из своего подъезда, это подворотня. Вот. Поэтому парни... Надо уже понимать привратную. Подворотня это грязь, мусорки, ванизм, алкоголизм, наркомания. В основном такие всплывают. Ассоциативный ряд так срабатывает у людей. Ну и в общем, все это мы воплощаем в своих песнях. В основном... Есть, конечно... Есть что-то в этом такое, да. Но в основном наши тексты, они как бы отражают то, как делать не надо в основном. Да, то есть... В Сити всегда есть определенная игра, есть с другой стороны медали. То есть... Бухай, прыгай, веселись, читай, и с другой стороны посмотри на это по-другому. Надо понимать, что в этом всем есть доля иронии просто. Самая ирония. Так, тихо. Время действовать не здесь. Какой раз. Ты что, навалился или что? Затусал. Принесли мальчика еще. Принесли мальчика. Планируется ли вы выбираться с андеграунд? Можно забрать пацана с андеграунда, но нельзя забрать андеграунд. Пацана! Чей флоу старой школы вам лежит? Можно... Это был бы очень интересный случай, мне кажется. Коу Кинг и Готфазер Дон. Это... Это фанк. Это музыка моей жизни. Я получаю эту музыку, и мне хорошо. Для меня это симбиоз вообще, в принципе. Всех стилей рэперов, которые я когда-либо слышал, я это объединяю. Это все в своей технике. Ну и не стараюсь зацикливаться. Чем-то одном. Всегда кажется, что слабо, всегда кажется, что можно еще лучше. Поэтому всегда есть куда развиваться. Стиль будет модернизироваться. Чем дальше. Невербайдж, Нирвана. Не знаю, чем старше Стадови, более разборно захочется ответить. Чтобы тоже какие-то стереотипы сразу... Чем больше лет, тем больше Розенбаумов. Чем больше. Сегодня видели Мишу, Мишу Боярского. Слушайте фит скоро наш. Не, ну на самом деле, возвращаясь к вопросу. То есть, конечно, раньше, когда был доступ к информации, менее такой, серьезный, как сейчас. Да это, конечно же, опять, и бутэнги, мобдипы. Но все это, как бы, пройденный этап из русского. Это, конечно, каста, бэдбэланс, злой дух. То есть, да, это ребята, которые первые раз так нанялись. Я люблю белые братья очень. Кальбар. Крутым парням светят всегда. Это мой любимый, короче, рап-альбом. Русский рап. Классический, настоящий русский рап. Такой, какой он должен быть. Настающий хип-хоп. С личными, короче, с пекальными партиями. Ну, супер. Но рамки музыкальные расширяются. То есть, даже это не только рэп. Ты слушаешь уже больше другую музыку. Лично я за себя могу сказать. То есть, я уже не ограничиваюсь только рэпом. И много исполнителей, которые из рэпа ушли в другие жанры, в другие направления. Люди Моп там, не знаю, там, Силов Грин. Да, мне нравятся эти исполнители. Они делают по-другому. Но это расширяет, да, реально рамки. То есть, и ты становишься лучше. Прогрессируешь в своей творчестве, в своей музыке. В создании битов. В написании текстов. В посыле, в конце концов. Чтобы продвигать что-то правильное, надо правильно все воспринимать. Адекватно. Мы любим абсолютно всю музыку в мире. Мы представляем абсолютно весь мир. И так, как вы относитесь к школе рэпа? Отлично, мы представляем новую школу рэпа по-старому. Самая новая школа рэпа это Подворотник. Я скажу старую школу рэпа по-новому. Это тоже ярлык и стереотип. Ну ладно. Я всегда представляю новую школу. Или новую по-старому. Каждый день у меня новая школа, это я. Утрез мнения о срубежных и исполнителях может отделять тех, 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 которые сейчас делают свое дело в области хипового. Про-эра. Про-эра. Джои Бэдис. Про-эра. В общем, если лет десять назад было логично. Там, короче, юзать негров, искать все это. Как-то гуглить. Сейчас, мне кажется, уже негры начинают гуглить нас. Они сами начинают тебя искать. Поэтому, короче... В общем, на этом наше полномочие все. Флэрбуш зомби. Да. Как быстро возможно. А какой точный год создания Подворотни? И кто пришел в Подворотни? 93-й год. Я помню этот возраст. Я шел ежедневно ходить. Подворотни получила название как Подворотни в 2010 году. На самом деле, наша тусовка берет корни намного раньше, в далеком 2004-м. Со временем прибавлялись новые люди. Это достигало огромной команды из трех городов. Венец, Хмельницкий, Киев, в которой находилось порядка одиннадцатый человек. Со временем состав немного, так скажем, утвердился. Отсеялся, возможно, в какой-то степени. Но остались самые настоящие и преданные. Как Подворотни как группа реализовались и записали первый трек Школы Химкапа 20 августа 2010 года. Наверное, это и мы считаем для себя созданием Подворотни. Было жарко. Подворотни. А кто из вас знал с брейком? Я тоже. Да, наверное, все с этого начинали. После Аркау не приехал, но мы тоже ходили на брейк. Вот. Недолго. Я вообще, если честно, я пришел в хип-хоп из брейк-данса. Типа, ну, как сказать. Я просто понимал, мне сама музыка больше нравилась, чем само занятие брейком. Все это перло из-за того, что, наверное, рэп все-таки больше. Я танцевал по трэпу. Я не понимал, что это называется рэп. Я просто смотрел, какие-то прикольные парни, серьезные, какие-то дела раскладывают. Типа не Валера, а Леонтьева, знаешь, там, прыгают с кучеляшками. Сразу видно какие-то серьезные парни, они всегда находчивые, не всегда ищем заняться. То есть разбомбили, короче, попортили все стены абсолютно. Он, наверное, каждый из нас тегал там и бомбил, но кто-то остался, кто-то чуть, не знаю. Утратил, может, свой скилл или просто его не развивает в данный момент. Реально. Мы выбрали свой элемент, поэтому решили прогрессировать. Реально накуриный чувак, круто бомбил. Я больше по тегам. Тегает, тегает. Бел трафарет, Леша. Это еще в далеком... В 2003 году, когда в 2003 году появилось, как бы, да. Москва! Вы просто заряжаете, блядь! Передавай микрофон с коллеги на курином усаде. Я пока не балденел в голове. Могей расшагаться. И бегом отчаяния. Нацелен на себе лить толпу. Как каждый из вас пришел к фиршопу, а не к стилю бейсикного штакованного людей? Я сам в ужасе. Я иногда иду, смотрю вокруг, смотрю вокруг на людей. Я понимаю, я настолько хорошо оборудован в настолько узком сегменте. Если я сейчас начну насыпать людям все, что у меня в голове происходит, они подумают, я просто сумасшедший. И они у меня просто вообще... Блин. Я иногда сам, блин, просто поражаюсь адекватно из того, что у меня происходит в голове, с какими демонами я борюсь ежедневно. Просто об этом никто не знает. Кто по вашему в сфере хип-хопа Украины и России достиг высоты? Каста! Да, это ответ уже. И... Реальных высот? Бэт баланс! Привет Владу Алову! Ну, высоты, я считаю, в хип-хопе это когда человека уважают за то, что он остается преданным своим принципам со временем. И как бы... Даже сейчас, в данный момент, я пришел к этому... Да, реально, я могу назвать Бэт баланс. А в Украине это Тонокта Майдани Конго. Лично для меня. Группа Банги Хэп украинская. Не знаю, кто послышал. Тяга, встречная тяга. Они в 90-х достиг... Хай ковра посетил. Подворотня еще. Подворотня. Да. А как вам Onyx? Охуенно! Виделись три раза. Первый раз в девятом, второй раз в десятом. Были с ними на автопате. Охуенные, веселые, бодрые чуваки. Очень любящие. Хорошо ответственные. Я сказал, что стики фингасу, что хип-хоп начался с Onyx у меня. И за мастера Джейран Димси он сказал, что у нас Пэтмен. Это было в 93-м году и в общем подворотня закончил. Ловкость сработала. Контакт был налажен. Поэтому, в принципе, Onyx... Поэтому, в принципе, в прошлом году мы выступали с ними на одной сцене. Да, с ними выступали. Море впечатлений. Не забываем. Зацени эту майку. Её можно выжимать напрочь. Это было сильно. Ваша личная трим-тим рейтеров и продюсеров. Может, у кого-то есть какой-то конкретный такой список? Me, myself and I. Всё, лежит в плоскости. Грамотная коллаборация, битмейкер и MC. Вот вы можете качать микстепы с Мавдеквиза с бибоем. Всегда круто, всегда сочно. Чуваки, качайте микстеп с Мавдеквиза, тренируйтесь под них в зале, развивайте свой новый стиль движения. Я не знаю почему вас слушать. Ха-ха-ха. Размах пошёл на воде каше. Пошёл на воде каше. Пошёл на воде каше. Пошёл на воде каше. Субтитры создавал DimaTorzok